И вы сразу задайте по Украине вопрос. Я попробую это всё вместе объединить. Это, кстати, журналист из Украины, который уже много лет работает в Москве. Спасибо. Не уверен, что получится объединить. Владимир Владимирович, за последние годы Ваша страна под Вашим руководством отловила так много граждан Украины, что режиссёры с мировым именем просят Вас освободить украинского режиссёра. Я, как корреспондент украинский, хочу Вас попросить проявить милосердие и отпустить корреспондента Украиноформы Романа Сущенко, потому что дела против граждан Украины выглядят политически мотивируемыми. И если пытать людей, как крымских диверсантов, Захтея и Панова, то в шпионаже в пользу Украины признается я и даже Вы. И вот всё-таки я хотел бы конкретизировать вопрос. Вы часто говорите, что были вынуждены защищать русскоязычных в Крыму и на Донбассе. Вы в прошлом году говорили, что никогда не скрывали, что отправляли на Донбасс людей решать военные вопросы. Уточните, где это написано в Минских соглашениях? И понимаете ли Вы, что даже если Вы когда-то уйдёте на пенсию, русские останутся для украинцев оккупантами? Спасибо. Вы знаете, хорошо было бы добиться того, чтобы на Донбассе украинскую армию не считали оккупантами в своей собственной стороне. Вот о чём нужно думать. Это первое. Второе, что касается освобождения. Мы делаем всё для того, чтобы удерживаемые с обеих сторон лица были освобождены. И чем более полным будет этот обмен, тем лучше. В своё время президент Порошенко высказал идею обмена всех на всех. И я лично с этим полностью согласен. Но позднее выяснилось, что за этой формулой всех на всех стоят некоторые детали, которые не устраивают представителей Донбасса. В чём заключаются эти детали? Они заключаются в том, что все лица, удерживаемые на Донбассе, они украинскими властями признаются удерживаемыми незаконно. Но есть значительное количество лиц, которые находятся в тюрьмах Украины и которые украинские власти считают законно осуждёнными и не желают включать в список на обмен. Вот и проблемы. Если уж всех на всех, то тогда нужно принять решение о их помиловании и всех выпустить. Иначе договориться будет очень сложно. Теперь по поводу режиссёров и журналистов. Режиссёры и журналисты должны заниматься одни – журналистикой, а другие – производством спектаклей и фильмов. Теперь по поводу задержанных военнослужащих сотрудников военной разведки Украины. Никто их не пытал и не бил. А то, что они дают признательные показания, то это легко проверить, в том числе и представителям средств массовой информации. Являются ли они кадровыми сотрудниками военной разведки или нет. Они дают полный расклад не только фамилии, имя, отчество, установочные данные, но и название своих частей, имена и фамилии командиров, подразделений, в которых они служат, задания, которые они получили, адреса и явки на территории Российской Федерации, в том числе и в Крыму. Они всё выдают. Это целый комплекс данных. И одно подтверждает другое. Надо это всё прекратить. И вот если такая политическая воля будет, то легче будет решать и другие вопросы. Теперь по поводу журналистов и кинорежиссёров. Ну, конечно, ни у кого нет желания держать там журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссёр, а это доказано в суде, готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссёр? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое? Мы отпустим сегодня режиссёра, а завтра что? Должны отпустить и кадровых сотрудников разведки, которые готовились к террористическим актам. Чем они отличаются в данном случае друг от друга? Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие. Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против этого ничего не имею. Да, секундочку, я же не ответил на вопрос. Вопрос ТАСА, да. Да, вопрос ТАСА. Вы действительно были правы, трудно объединить. Вопрос ТАСА.